Привет, мой Свет. Всем привет. Меня сейчас интересует только одна. Где моя манка? Я слышу, что тебя интересует. Что там в школе? Манка. Карантин. Да? Призупи меня занять. Призупи? Не украинска ты. Боже, как ты говорила смешно, сынок. Призупи меня занять. Призупи меня занять. Угу, хорошо. А мы еще не будем. Мой балакат. Ой, ты какой-то взъерошенный, радость моя. Я хочу кушаться. Я сварила просто Назара любимую кашу. Как там? Тыквенная. Мой внутренний зверь. Зверь? Зверь проснулся. Так, где кушаться? Ну, садись кушать. Ага. Хорошо. Да, прям с кастрюлей? Да, я еще кастрюлю сына. Вместе с кашей. Ой, Назар, хорош уже. Давай, насыпь. Я тебе сейчас насыплю. Вихрь домой пришел. Энергии. Ты не устал, я смотрю, вообще? Не, не устал. Я когда услышала, что манка будет, ты такой... Мой внутренний зверь проснулся. Где кушаться? О, вот твои кушать. Нет. Хочу другую ложку. Хорошо, сейчас дам тебе другую. Другую тарелку. Хватит тебе? Нет, тарелка другую. И другую мамку. И другую маму. И другую дом. Да. И другую... Ой, нет. Все, бери другую ложку. Я сказала не маму, а манку. Угу. Ну, знаешь, надо добавить шоколада, помыть руки. Это черный шоколад. Вот руки... Это то, что делают нормальные дети. Но так как я особо одаренный... Назад. Ладно, ладно. Я иду кушать. Ой, это все, не ладно. Руки мыть. Ну, еще было бы неплохо переодеться, а потом уже кушать. Я лезь кушаю. Угу. Серый. Серый. А-а-а-а-а. Повернись, мне скучно. Ой, сегодня у нас такой день. Уже все, кстати, дома. Все собрались. Вика дома. И Сережка. Все семейство. Но такой день сегодняшний. Куда не хочется, да? Не идти. Не чтоб к нам приходили. Вот просто хочется... Релаксационный. Релакс, да. Вот. И я думаю, может, чего-нибудь взять в магазине и посвятить сегодняшний день киножкой. Или еще я думала сыграть Вуна с семьей. О, попробуем. Не нагалось? Не. Я только завелась. Что же мы одну игру сыграли? Ну, очко отделяла от Павелы. Капец. Обидно. Да. Очень обидно. Сейчас пойду узнаю, чего там Вика делает. Как у нее настроение. Ты видишь, Вика только пришла, и Лола сразу к ней. Целый день же почти возле меня она была. Ну, она ее дольше знает. Ну, да, наверное. Поэтому. Вот. Так что... В общем... Я в любом случае собираюсь в магазин, я хочу взять палочек каких-то таких, шняжек, как называл мой брат. Кукурузных, да? Угу. Такой у нас какой день, такой и влох. Я бы так сказала сегодня. Лентяйчик. Лентяйчик, да. Да что ж, мы каждый вечер мы куда-то летим, едем. Если не днем, то вечером. То, ну, как-то у нас эта неделя сильно была насыщена сегодня. А, у Назара, кстати, карантин, я тебе не сказала. Закрыли все черкасские школы с завтрашнего дня. И ориентировочно пока по 9-е дальше будут смотреть. Ого. У нас умер в больнице в Первогородской один человек сегодня вроде бы от гриппа. Поэтому такие вот меры предосторожности сейчас массово, чтобы не пошла опять вот эта вот заражаемость. Ой, новый день у нас сегодня. 10 часов утра, я проснулась. Вчера у нас сонное царство было. Дети позасыпали в 7 часов вечера. И я заснула в 7 часов вечера. Ужас. Вот это мы проспали. Сейчас проснулась, куча дел сегодня. Надо идти поднимать всех. Назара, Вику. В общем, Назар решил выспаться в первый день карантина. Уже по полной программе. А я сейчас чувствую, что переспала. И такое, фу, состояние еще хуже. Лучше бы не спала столько. Так что у нас доброе утро. Вчера я ничего не снимала. Вчера у нас было сонное царство, кроме Сережи. Сережа не спал, шарился в интернете. А мы все в спячку. О, слышу уже, кто-то там шарахается. Назар, по-моему, проснулся. Так, сейчас пойдем проверять, где кто. Вика. Я хочу вас уже всех будить. Или ты ночью вставала? А, ты не спишь. Еще с шести утра. А, ты все-таки рано проснулся, да? Потому что я рано уснул вчера. Я даже не помню, как я вчера уснула и как я здесь оказалась. Семь часов вечера. Ты на меня обиделся, что мы с тобой поругались за учебу? Нет. Ты обиделся и убежал, такой психанул на меня. Тебе это не понравилось? Ага. Я обиделся на то, что ты меня из дома не выпускаешь. И мне даже нельзя друзей пригласить. На это я обиделся. Ну, и за учебу. А я что, просто так это тебе не разрешила? Нет, не просто. Ну вот. Мне до сих пор обидно. А мне не обидно, что я тебя вкладываю в учебу, а ты... А что я? Я не вкладываюсь? Нет. Ты расслабляешься, сынок. Это правда, это факт. Не правда. Я к чему? И в семь часов вечера ты заснул. Не знаю, что так рано. Я еще пришла, тебя попыталась разбудить, чтобы ты не вставал в ночью или в шесть утра. Но ты меня обнял и приспал меня. И я тоже заснула. Я только перешла... Я вообще не помню. Я только перешла к себе на кровать и дальше спать. Все. И сейчас 10 часов, я только проснулась, и Вика еще валяется. Я не знаю. Мы поедем с тобой идти выжигать? Борода. Да, борода. Да. Сейчас быстренько пьем чай, завтракаем и поехали. Прямо сейчас? Да, прям сейчас. Что, уже все? Не хочется? Ну, покажи. У Назара на пальцах? Мам, не надо пока. Почему? Я же все равно буду снимать, как мы выжигаем. Какой ты мужик терпеливый. Это иммунная система, видишь? Это не такие бородавки у тех, как... Не заразные. Не заразные, да. Ну, слушай. Сейчас поедем по выжигаю. Была только на мизинце, потом появилась на среднем пальце. Угу. Потом появилась на безымянном, и вторая начала расти на мизинце. Что? Другую руку или указательный не задела. Угу. Ну, насколько я знаю. Ну, я понял. Ну, пойдем. Поедем, вернее. Выжигать. Ну, хорошо. Так что, давай собираться, погнали завтракать и вперед. Назар, у меня хорошая новость. Мы не едем с тобой в больницу выжигать сегодня. Потому что сейчас позвонили, придут в течение полчаса антенну устанавливать нам. ТВ. Конечно. Телевидение. Ну, и как мы поедем? Ну, через сколько мы туда поедем? Не поедем. А потом, пока они установят. Потом надо... Магазин у нас вечером гости. Надо мне что-нибудь приготовить. Я хочу тоненькие блинчики пожарить к чаю с творогом. Они у меня все равно не болят. Ну, завтра. Ну, вот я тебе и говорю, что можешь сегодня выдохнуть и настраиваться на завтра. Перестань. И настраиваться на завтра. Вот так вот. Все, застилай постель. Опять я спать. Опять спать? Все, застели постель, пожалуйста. Иди позавтракать что-нибудь. Ну, так застелено. И просто вот этим накрытие все. Угу. Ну, все. Давай, выходи. Так, нам провели уже телевидение. Вернее, как? У нас оно, в принципе, было по приставке. Отключили уже, отключили наши украинские каналы. И чтобы их возобновить, нужно было отдельно провести, дать заявку. И вот провели. И теперь у нас куча. А мы же сразу к этому телевизору и провели. Нам сделали два кабеля. И провели к Вике в комнату к этому телевизору. Теперь она может тут тоже отдельно смотреть. Вот. Теперь, что теперь? Теперь нужно, чтобы пришел Сережа, и этот провод как-то нам спрятать. Не знаю. Наверное, вот так через, через двери как-то. Вот здесь я вообще без понятия. И один должен вот сюда потянуться. Один туда к Вике. У нее здесь порожек. В общем, я не знаю. Я вообще не представляю, как это все будет. И как это вообще можно сделать. Ну, вот так я точно не хочу, чтобы оно вот здесь валялось все. Так что, такие дела. А я сейчас к нам должен прийти Сережкин друг с сыном. Сын такого возраста, как Назар. Я хочу не покупать какие-то тортики, что-то такое. Я хочу нажарить блинчики тоненькие. Завернуть в творог к чаю. Ну, угостить гостей. И также хочу сделать отдельно блинчики еще с мясом, наверное. Рис с мясом, может быть. Или мясо с сыром твердым. Сейчас подумаю. В общем, что-нибудь сейчас буду готовить. Подготавливать. Вот. Так что, на этом все. Этот влог я заканчиваю. И в следующем уже будем намного уже веселее. У нас, честно говоря, какой был день сонный, никакой. Такой и влог, в принципе. Так что, извините. Спасибо всем, кто посмотрел. Но такое тоже настроение бывает. Бывает вялость и так далее. Уже мы, в общем-то, я уже в норме. Отдохнувшая, с новыми силами жизнь продолжается. Все. Всем пока. Всех целую. Всех люблю. Пока-пока.